Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается курс Android Design Support Library. Меня зовут Мыцей Евгений, я Android-разработчик. Повторяйте данное видео на портале ITVDN, проходите тестирование на тест-провайдер. В этом уроке мы разберем с вами Collapsing Toolbar, сворачивающийся Toolbar. В Collapsing Toolbar просмотрим предназначение, установку и формирование. Реализация действий Collapsing Toolbar Layout при скроллинге контента. Сочетание Collapsing Toolbar Layout с Floating Action Button. Формирование Collapsing Toolbar. Ну что же это такое? Как мы видим, в данном случае при прокрутке списка данная картинка будет менять свой вид. То есть будет сворачиваться данный Toolbar. То есть, по сути дела, при компоненте Collapsing Toolbar Layout будет происходить сворачивание определенного контента. Встраиваем Collapsing Toolbar Layout в Coordinator Layout. Прописан Collapsing Toolbar Layout в классе. Более детально мы с вами рассмотрим в Android Studio. Итак, у нас есть Collapsing Toolbar Layout. Рассмотрим простой Collapsing Toolbar Layout. Вот в данном случае у нас есть определенный вид, определенная картинка. При прокручивании списка наш титул сворачивается, сворачивается Toolbar, становится меньше. Дальше мы с вами прокручиваем список обратно, картинка сворачивается, титул становится больше. То есть, вот это вот название. Также у нас есть определенное выпадающее меню. Вот какие-то установки. Хм, понятно. А вот это что? Здесь мы просто-напросто реализовали стрелку возвращения назад. Как правило, данная стрелка у нас устанавливается, если мы хотим перейти к стартовому экрану. Ну, здесь мы просто-напросто прописали функционал стрелки, как через Toast, написано Home. Что это значит? Есть стрелка возврата назад на предыдущий экран. То есть, в данном случае вот внизу у нас стрелка есть. Но нижняя стрелка на вашем экране может возвращать вас на предыдущий экран. А стрелка вверху, то есть в самом Toolbar, может возвращать на начальный экран. Например, вы стоите на первом экране, переходите на второй экран, далее переходите на третий экран. Так вот, при нажатии на третьем экране на верхнюю стрелку, вы будете переходить аж на самый первый экран. При нажатии на нижнюю какую-то стрелку, то есть стрелку назад не какую-то, а стрелку назад, вы будете переходить на второй экран. То есть предыдущий. Также мы реализовали нажатие на элемент списка Просто подписали, что underground, то есть метро, выводится в Toolbar Хорошо, давайте вернемся Вот у нас здесь есть в эмуляторе стрелка назад А если у нас Collapsing Toolbar именно с Floating Action Button Да, вот, тоже прокручиваем список Есть определенный Parallax Effect, то есть смена действий, смена картины И у нас Floating Action Button появляется и раскрывается у нас Collapsing Toolbar Layout Мы также можем при прокручивании списка у нас происходит трансформация Collapsing Toolbar Layout Ну, появляется тот же плюсик в свернутом Toolbar Нажимаем, что у нас Add, то есть добавить что-то Ну, есть у нас и какая-то выпадающее меню Settings, установки Вот, они функциональны, нажимаются Можем нажать на определенный элемент меню Также underground Также симулировать возврат на начальный домашний экран Home Опять же повторюсь, мы здесь в данной стрелке сделали возврат, как мы симулировали через Toast Обычно возвращается на стартовый экран Еще раз прокрутим список И вот у нас получается появляется сама всплывающая, плавающая кнопка Нажмем на нее Ну, вот, Fab Clicked Кнопка нажата Хорошо Как же это реализовать? Давайте посмотрим Прежде всего, мы должны с вами будем сформировать макеты Вот в данном случае у нас макет Activity Clubs Вот мы так решили его назвать Мы устанавливаем AppBarLayout У нас Вот Также Для того, чтобы установить белый цвет для иконок AppBarLayout2Bar Необходимо установить вот такую вот тему То есть тема StyleThem Overlay AppCompactDuck ActionBar Вот таким образом системная тема Мы установили высоту Ширину Так же, что наш AppBarLayout соответствует экрану Вот таким образом Далее Вот в данном случае в AppBarLayout Мы с вами устанавливаем виджет CollapsingToolBarLayout Устанавливаем идентификаторы Высоту, ширину Вот Устанавливаем определенные флаги Для того, чтобы показывалось Когда при прокручении ToolbarLayout У нас полностью исчезает То есть полностью сворачивается ToolbarLayout Далее ImageView у нас Откуда мы берем ImageView То есть так же мы видим У нас есть ресурсы Trouable Так же у нас определяется У нас центрируется И определяется эффект Parallax Целесообразнее сформировать Отдельный Toolbar Для данного Activity Кроме того Что мы устанавливаем Toolbar CollapseModePin Что это такое То есть обеспечивает привязку Toolbar к верхнему краю края Также устанавливаем Опять же Светлый фон И темные буквы Для выпадающего меню Вот у нас Эти все Атрибуты тега Виджета Toolbar Установлены Кроме того У нас существует RecycleView Это тот список Который прокручивает Наш пользователь Вот мы идентификаторы Высоту Ширину И Устанавливаем Поведение списка То есть определяется связь Между AppBarLayout И View В данном случае Здесь у нас RecycleView Координат Координатор Layout Обратите внимание Что мы все это Запаковываем Координатор Layout Находит эти элементы И предопределяет Их Взаимосвязь Еще раз посмотрим Все это у нас Сформировано Activity в координатор Layout Посмотрите Посмотрите Внимательно Как прописан Именно макет Layout Для прокручивающего списка И Collapsing Toolbar Layout В данном случае У нас Без Floating Action Button Давайте посмотрим Как это в дизайне В дизайне Это вот так Получается Ну а продолжение урока Смотрите по ссылке На экране Или в описании К этому видео Специально для вас Мы подготовили Приятный бонус Воспользуйтесь Промокодом Который видите на экране И получите скидку 15% На все курсы ITVDN